Работа кипит с самого утра. Вокруг школы с углубленным изучением татарской культуры Ектылык идет субботник. Порядок наводят ученики и педагоги вместе с директором, родители, даже выпускники и местные жители. Важно не только убраться, но и сделать пространство вокруг безопасным. Здесь очень опасно. Вот видите, вот эти деревья висят, эти ветки уже сухие. Они уже давно поломались и висят только на проводах. Это очень опасно. Ждать, писать письма куда-то. Ну, когда мы сами это можем сделать? Почему не сделать? Правильно? Разравниваем дорожечку, чтобы удобно было. Ну, еще посыпем чем-нибудь, чтобы ходить можно было. Использовать как тротуар. Потому что с той стороны опасно ходить. Там сосульки могут попасть на детишек. Убираются не только в школе. Выходят в соседний двор. Скапывают и засевают травой газоны, собирают листву. Местные жители помогают и контролируют ход работ. Сейчас мы здесь дорожку облагородим, выровняем, а потом эти клумбы мы снова на место поставим. Ну, хорошо, ладно. Субботники в школе Ект-Илык проходят два раза в год, весной и осенью. Так и работы меньше, и результат лучше. С совместным трудом мы эту работу буквально заканчиваем за 2-3 часа. Что дает очень хороший результат как для школы, так и для самих детей, которые приучаются к труду с самого детства. Мы же должны это все убрать, подготовиться к зиме, чтобы школа чистенькая была, территория была чистая, чтобы дети ходили, радовались видеть эту чистоту. В школе уверены, на таких субботниках и дети, и взрослые учатся ценить и уважать труд. Стараются не сорить и поддерживать чистоту, а также укрепляют добрые отношения между соседями. После хорошей работы достойное угощение. Здесь варится плов на 500 человек. Когда будет готово? Через 30 минут. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Олеся Корецкая, Константин Головин.